Сегодня на Славянском Вазаре разрешится главная интрига. Ближе к полуночи станет известно имя победителя конкурса исполнителя эстрадной песни. А дальше большой концерт закрытия, кульминацией которого станет объявление победителя. Градус волнения у конкурсантов на пределе. Подготовка в летнем амфитеатре идет с самого утра. Каждый участник даже отрепетировал, как будет выходить и получать награду. А претендентов на победу много. Накануне состоялся первый тур и лидирует участница из Казахстана. У нее 69 баллов из 70 возможных, но все решится именно сегодня во второй конкурсный день. Всего 4 балла разделяет сразу 5 конкурсантов. Среди них и представитель Беларуси. Зрителей ждет еще один вечер сюрпризов. В выступлении каждого участника это целый мини-спектакль. Прозвучат мировые хиты. Настроение замечательное. Полностью готов сегодня. Разорвать зал. Буду делать все, что в моих силах. Все, что не в моих, тоже буду делать. Но будет круто. Сегодня последний день. Мировой хит. Я исполню композицию Feeling Good в обработке Адама Ламберта. И отдам себя зрителям на 1000%. А там все за жюри. Будем на контрасте. Будем удивлять жюри. Вчера была такая спокойная лирическая песня. Сегодня будет рок. Highway to hell. Будем удивлять. Вокальный конкурс с начала большого фестивального вечера. Дальше в летнем афитеатре только звезды. Дмитрий Маликов, Стас Пьеха, Таисия Повали, исполнители из Грузии, Италии, Испании. Еще один большой многонациональный культурный проект. Праздник Витебский на всех улицах и площадях. Сегодня утро выдалось спортивным. Состоялся большой славянский забег. А после финиша участники могли пробежаться и по фестивальному Витебску. Здесь десяток концертных площадок и представлены народные ремесла со всей страны. Утрасль, которая играет одну из ключевых ролей в развитии экономики и обеспечивает бесперебойную работу. У металлургов сегодня профессиональный праздник. Поздравление направил президент. В нашей стране 20 тысяч профессионалов посвятили себя сложному делу, что требует чрезвычайной ответственности, глубоких знаний и особого огненного мастерства. Сейчас металлурги с достоинством преодолевают внешние вызовы и делают все, чтобы их продукция пользовалась спросом как в стране, так и за ее пределами. Производство стали в этом году увеличилось на четверть, а экспорт на треть, говорится, в поздравлении. Александр Лукашенко выразил убеждение, что работники сферы продолжат трудиться с полной самодачей во имя просветания родной Беларуси. Важную дату сегодня отмечает Гродно. Ровно 79 лет назад, 16 июля 1944, город освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Расположенный на самом западе страны, захвачен в первые дни войны и дольше большинства белорусских городов был в оккупации. Потому день освобождения дата одновременно скорбная и счастливая. И несмотря на жару и выходной день, тысячи людей пришли сегодня в центр города поклониться воинам-освободителям и вместе встретить праздник. За действием наблюдала и наша съемочная группа. Сегодня памятные торжества по традиции проходят здесь, в парке Жилибера, у братской могилы воинам и партизанам. Не просто так. 16 июля 1944, ровно на этом месте, жители Гродно услышали голос Юрия Левитана. Гродно освобожден. 1127 дней оккупации позади. В тот же вечер Москва от имени Родины салютовала доблестным войскам-освободителям 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий. А часть, отличившиеся в этих боях, получили почетное звание Гродненских. Здесь же 30 июля 1944 прошел митинг с призывом к скорейшему восстановлению города. А в 1949 в парке появился и сам монумент. В честь погибших в боях за освобождение городом и скончавшихся от ран в госпитале неподалеку. В братской могиле 40 офицеров и солдат, 4 подпольщика и партизана. Монумент с тех пор не раз менял свой облик. Но неизменной остается фигура солдата, который держит приспущенное боевое знамя в знак траура по ушедшим товарищам. Здесь всегда горит вечный огонь и благодарные за мирное небо потомки несут цветы. Праздник для всего нашего города. Я считаю своим действительно долгом, своим примером показать то, что именно эта нулевая точка отсчета после огромных разрушений, после огромной трагедии для всего нашего городского населения, возрождения города, восстановления наших действительно памяти, традиций. Я очень трепетно отношусь к этому празднику. Для меня это связь с моими предками, которых большому сожалению нет уже. Но надеюсь, что они видят нас, видят наши действия, видят то, что мы чтим память. И то, что они сделали для нас, для наших детей, это просто неоценимо. Гродно был освобожден 16 июля в ходе наступательной операции «Багратион». Достаточно быстро, за три дня. Немцы оказались не готовы к стремительному наступлению советских войск. Успели лишь заминировать часть зданий и мосты. А вот бои за левобережную, менее заселенную сторону Гродно длились вплоть до 24 июля. Дальше лежала крупная водная преграда река Неман, за которой немцы также сосредоточили значительные силы, в том числе танковую дивизию «Мертвая голова». И действовала немецкая авиация с аэродромов в Восточной Пруссии. Немцы считали город Гродно, что это уже часть церейха, и обороняли его как немецкую землю. Поэтому здесь были отборные эсэсовские части, и бои были очень кровопролитными. И в этих боях советские батальоны фактически повторили подвиг защитников Брестской крепости. Умирали, но не сдавались. После освобождения из более чем 60 тысяч жителей в Гродно осталась лишь треть. За Беларусь, за Гродно! Выразить благодарность за 79 мирных лет в этом году в Гродно решили и профсоюзным велопробегом. Число участников рекордное. Больше тысячи представителей коллективов и просто активных неравнодушных людей. Единой колонной проехали по центральным улицам. Дистанция символическая – 7 километров. Не помешала даже температура в плюс 30. Это хорошо, что столько людей собралось. Я сама не ожидала, что так много будет. Классно, это здорово. Быть в тренде с молодежью. Гродницы ценят, сохраняют прошлое, сохраняют память и на этом строят будущее. Сегодня собрались те, кому не безразлична судьба города, будущее города. Здесь взрослые дети, женщины, мужчины, люди разных профессий. Их объединил здоровый образ жизни и любовь к своему городу, к своей стране. Финальной точкой сделали еще одно памятное место – Курган Славы. Для каждого подготовили символические медали. И сразу решили – велопробеги в день освобождения Гродно станут ежегодными. Также сегодня для горожан подготовили выставки, ярмарки народных мастеров, концерты, тематические показы под открытым небом. Все на старинных улочках исторического центра. Две трети которого в войну уцелели именно благодаря подвигу простого советского солдата, помнят о котором до сих пор. Надежда Завиновская, Александр Бажуков. Наши новости. Гродно. Если Гродно 16 июля 44-го был только освобожден, то Минск в этом году и в этот же день прошел необычный парад. Партизанские 30 бригад, 30 тысяч человек и почти в два раза больше благодарных жителей. К 44-му году в тылу врага в рядах «Мстителей» воевало более миллиона человек. 249 из них удостойны звания Героя Советского Союза. Вклад оценен народом и государством. За три года войны о действии белорусских партизан нацистские войска и их пособники потеряли до полумиллиона человек. Под откос пущено более 11 тысяч эшелонов и бронепоездов, разгромлено 29 железнодорожных станций и 948 вражеских штабов и гарнизонов. Нацистам приходилось задействовать большие силы для борьбы с народными мстителями, которые сформировали целые партизанские края, где была восстановлена советская власть. Анализ других важных событий на международной арене и в нашей стране в итоговой программе «Контуры». Смотрите «Восемь вечера» на ОНТ. Чужой среди своих? Это самое членство НАТО, использовать как такую морковку. О какой формуле мира снова говорит президент Лукашенко? Отсутствие дисциплины – это провал. Провал – это война. С места в карьер. Контакты превращаем в контракты. Далеко ходить не надо, и вот они, белорусы, с нами рядом. И почему своя таблетка дорогого стоит. Разработка каждого обходится в кругленькую сумму. Также у нас бессонные витебские ночи. Говорить и показывая – Витебск. Славянский базар. Место встречи изменить нельзя. Контуры. Воскресенье. 20.00. Портал «В прошлое». Историческая реконструкция, посвященная Первой мировой войне, собрала на линии Сталина сотни поклонников военной тематики. На территории историко-культурного комплекса воспроизвели, по сути, эпохальное событие войны, наступательную операцию с 16-го года под Барановичами. Работали не меньше ста реконструкторов. Для некоторых трагедия семейная. В боях участвовали родные. В сражении при штурме третьей линии немецких укреплений реконструкторы попытались воссоздать не только визуально, но и передать в атмосфере. Никто до сих пор так и не может сказать, сколько точно погибло людей в тех кровопролитных боях. Они не дали ожидаемого результата, но уроки вынесены. Ребята, говорим, тот момент, как оно и было. Когда взяли первую линию, взяли вторую, пошли на третью и даже не понимали, что там на самом деле происходит. Немцы бросили резервы, отбросили наших назад. В результате вот этого массового наступления 340 тысяч русской армии на этом участке фронта вернулись на те же позиции, оставив огромнейшие поля, засеянные телами убитых товарищей. Был такой Рогоза, который направлением этим командовал. Он сначала на Нарочанской нарубил людей, а потом уже под Барановичами такое же неудачное наступление сделал. Например, Брусиловский прорыв, который должен был вспомогательный, он был более успешный, хотя Рогозе давалось гораздо больше сил и средств. Все, что увидели зрители, реконструкторы воссоздали своими силами от военной формы до окопных систем, чтобы помнила не только история, но и родные тех, кого она коснулась. В нашу страну доставлен ковчег частицы и мощи великомученика Георгия Победоносца. Божественную литургию в Свято-Духовом соборе возглавил митрополит Минский Заславский Вениамин. Великомученик Георгий – небесный покровитель воинства и земледельцев. Ему молятся, чтобы собрать хороший урожай. За 17 столетий со времени казни, за веру во Христа, историческая память не поблекла. Продолжают возводиться храмы в честь Георгия Победоносца и пишутся иконы. В Беларуси, как и во многих странах, великомученик – один из самых почитаемых святых. В его честь построено несколько десятков храмов. Ковчег с мощами будет в Свято-Духовом соборе еще два дня. Потом его доставят в другие храмы в разных уголках Беларуси. Продолжение следует...